Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам об информационной системе чемпионата, она же Competition Information System, сокращенно CIS. Параметры доступа и ссылку на конкретный чемпионат обычно получает главный эксперт чемпионата. Перейдя по этой ссылке, вы увидите похожее окно и сможете зайти в информационную систему чемпионата. После входа я рекомендую проверить наличие всех участников и экспертов в системе. Это можно сделать в меню Person Search в разделе Personals. Выбираем компетенцию, выбираем необходимую нам позицию, например участник-компетитер. Нажимаем кнопку «Найти». Видим список участников. Проверяем, правильно ли написаны фамилии тех участников и достаточно ли их количества. То же самое делаем с экспертами. Видим список экспертов. Также можем проверить главного эксперта. Главный эксперт у нас есть. Значит, все хорошо. В случае, если кто-то из участников внесен неправильно, либо вообще не внесен, то следует связаться с вашим РКЦ и с техподдержкой ЦИС для внесения правильных данных. После проверки участников и экспертов необходимо загрузить в ЦИС схему оценки. Для этого мы переходим в раздел System к меню Import Data. Выбираем схему оценки. Выбираем компетенцию нашу. Выбираем файл со схемой оценки. Нажимаем кнопку Import. Система спрашивает, уверены ли мы, что хотим загрузить данную схему оценки. Все другие оценки будут терты. Мы говорим «Ок». И видим ошибку «Неизвестный ВСС с номером 1 на линии 15». Что это означает? На самом деле все просто. Система ничего не знает про наш ВСС. Чтобы это исправить, мы переходим в раздел Competition, меню ВС Standard Specification. Выбираем компетенцию и нажимаем кнопку «Добавить». Заполняем номер секции ВСС, ее название и важность. Нажимаем Enter. И переходим к следующей секции ВСС. Если мы добавили секцию по ошибке, мы можем удалить ее, нажав кнопку Minus и подтвердив удаление. Остальные секции я заполнил за кадром. Сохраняются они автоматически, поэтому мы можем перейти обратно к нашим попыткам импортировать схему оценки. Заполняем необходимые поля и нажимаем кнопку Import. Получаем ошибку «Неизвестный аспект тип О на линии 26». Давайте проверим, что это такое. Открываем файл со схемы оценки и ищем линию 26. Линия 26, тип аспекта. Мы видим ничем не отличающуюся от остальных букв О. Проблема в том, что форма русской и английской буквы О одинаковая. И поскольку в этой строке мы получаем ошибку, на всякий случай мы поменяем данную букву О на английскую букву О и сохраним схему оценки. Попытаемся снова ее импортировать. На этот раз ошибка другая. Спект на линии 30 не имеет балла. Снова открываем схему оценки, ищем 30 строку. И видим, что написание балла чуть-чуть отличается от остальных баллов. Вместо разделителя запятой мы видим разделитель точку. И нам надо это исправить. Снова импортируем схему оценки, и видим, что критерий D не определен для саб-критерия на линии 334. Откроем строку 334, и видим, что саб-критерий на месте. Что же означает, что для него не определен критерий. Возвращаемся в самое начало таблицы, и видим, что у нас определены всего лишь два критерия. Именно об этом нам и сообщает система, что мы должны определить критерий D. Пишем букву этого критерия, его название, модуль 4, и указываем количество баллов для этого критерия. В данной схеме 10,4. Сохранив схему, пытаемся импортировать ее снова. Надпись Import is Complete означает, что импорт завершен. Проверить загруженную схему оценки мы можем в разделе Competition, меню Assessment Criteria. Выбираем компетенцию, и видим внесенную схему оценки. Регламент позволяет согласовать неполное конкурсное задание для регионального чемпионата, поэтому схема оценки у вас тоже будет неполная. Некоторые модули могут отсутствовать, и максимальный балл не всегда равен 100. После загрузки схемы оценки мы назначаем оценочные дни. Это делается в разделе Competition, меню Marking Date. Выбираем компетенцию, и для каждого субкритерия выбираем тот день, в котором мы будем его оценивать. Поскольку на региональных чемпионатах редко требуется сложное управление оценочными днями, мы можем установить везде значение Any Day, что означает любой день. Заполнив оценочные дни, не забываем их сохранить. Изменения сохранены. После этого мы можем заблокировать нашу схему оценки. Это делается в разделе Competition, меню Skills and Skills Rules. Выбираем компетенцию, и ставим последний флажок «Предотвратить последующие изменения схемы оценки». Система выдает предупреждение, что наша схема оценки содержит неполное количество баллов, но поскольку мы знаем, что это нормально, мы нажимаем кнопку «Сохранить». После нажатия этой кнопки последующие изменения схемы оценки невозможны. После блокировки схемы оценки мы можем напечатать протокол блокировки схемы оценки. Это делается в разделе Competition, меню Marking Forms. Нам требуется меню Sign-Off, Forms, Forms, Markings Scheme. Выбираем компетенцию и нажимаем кнопку «Создать PDF». Сохраняем в удобном намении. Данный протокол содержит штамп времени и подписи экспертов, которые подтверждают, что схема оценки была заблокирована в это время, которое указано на штампе. Кроме этого протокола нам может потребоваться то, что называется обобщенной схемой оценки. Она доступна в разделе Competition, меню Reports. Здесь мы выбираем меню VSS Marking Location Table. Выбираем компетенцию и видим таблицу с распределением баллов по секциям VSS. Также можем экспортировать эту таблицу в PDF. На этом завершается подготовка CIS, теперь можно вносить в нее оценки. Для этого нам необходимо напечатать оценочные ведомости. Они доступны в разделе Competition, Marking Forms. Выбираем Marking Forms for Handwritten Mark, что означает ведомости для ручного внесения оценок. Выбираем компетенцию и для удобства сортируем субкритерии по участникам. Убираем Summary Form, остальные формы оставляем. И нажимаем Create PDF. Сохраняем файл и получаем схему оценки для ручного внесения оценок. Судейские оценки и объективные оценки. После заполнения ручных ведомостей мы можем перенести оценки в CIS. Для этого мы переходим в раздел Assessment, меню Enter Mark, то есть внесение оценок. Выбираем компетенцию, выбираем соответствующего участника, выбираем субкритерий, оценки которого мы хотим внести и начинаем их вносить. Если участник набрал полное количество баллов по данному аспекту, мы нажимаем кнопку Y на клавиатуре, что означает Yes, и переходим к следующей строке. Оценка автоматически преобразуется в максимально возможный балл по данному аспекту. Если участник набрал 0, мы можем нажать кнопку N, что означает No, и перейти к следующему. Для судейских аспектов мы должны внести оценку каждого эксперта в соответствующее поле. Перемещаться между ними можно стрелками, сохранить при помощи кнопки Enter, либо при помощи кнопки Save на странице. Таким образом, заполнив все поля на данном листе, мы нажимаем кнопку Enter, что сохраняет данные на этом листе. Контролировать заполнение мы можем по полям. Сколько аспектов оценено на данном листе, то есть если на данном листе отсутствовала бы одна оценка, мы бы видели это в данном поле. Общее количество внесенных оценок мы можем контролировать по вот этому полю. А также общий процент заполнения. Перейти к следующему субкритерию можно при помощи кнопки Вперед или Назад. Также можно переключаться между участниками. После внесения всех оценок их необходимо заблокировать. Это делается в разделе Assessment в меню Lockmark. Выбираем компетенцию. Те субкритерии, которые готовы к блокировке, отображаются зеленым. Которые не готовы, то есть где не оценены все участники, отображаются белым. Заблокировать оценки можно либо при помощи кнопки Lock All, либо отдельно каждый субкритерий при помощи его кнопки. Серый цвет означает, что субкритерии заблокированы. Также при помощи данного меню можно легко проконтролировать внесение оценок. Например, здесь мы видим, что в субкритерии А6 и в субкритерии Д3 мы не внесли оценки. Перейдем в меню Enter Mark и проверим. Выбираем компетенцию. Выбираем соответствующий субкритерий. И видим, что одна оценка действительно пропущена. Вставим заслуженный 0. Выбираем следующий субкритерий. Ищем по участникам. И видим, что у одного участника не заполнены вот эти поля. Заполняем. Возвращаемся в Lock Mark. Выбираем компетенцию. И видим, что все субкритерии готовы к блокировке. Нажимаем заблокировать все. Lock All. Система спрашивает, уверены ли мы. Мы говорим да. Все субкритерии становятся серыми, означает они заблокированы. Изменить их теперь нельзя. После блокировки оценок мы можем напечатать оценочные ведомости с внесенными оценками. Для этого переходим в раздел Competition, меню Marking Forms, где выбираем Marking Forms with Aspects and Marks. Выбираем компетенцию, убираем Summary Form и для удобства сортируем формы по участникам. Создаем PDF, сохраняем его в удобном месте. Так выглядит форма с внесенными оценками. Эти формы подписывает каждый эксперт. И в заключении мы хотим сформировать протокол блокировки оценок. Для этого мы выбираем тип формы Sign of Form for Mark Entry. Выбираем компетенцию и нажимаем создать PDF. Подписывая данный протокол, эксперты подтверждают, что все оценки внесены верно. И каждый из субкритерий заблокирован в указанное время. Конечно же в данном видео мы рассмотрели только типовые проблемы, которые возникают при работе с CIS. В остальных случаях предпочтительнее обращаются в техподдержку. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Всем пока.